Здравствуйте! Современный, просторный, а главное долгожданный новый детский сад на улице Молодежная принимал гостей из Московской области. Заместитель председателя правительства Ольга Забралова и уполномоченный по правам ребенка Оксана Пушкина вместе с главой района Андреем Ивановым поздравили детей, родителей и педагогов с появлением в городе Одинцово настоящей дошкольной жемчужины. Четырехэтажный красавец с просторными коридорами, зонами отдыха, игровыми, спальнями, спортивным и музыкальным залами теперь открыт для 350 ребят от 2 до 7 лет. Мы закроем всю потребность, всю очередь по первому и второму микрорайону. Очень больной вопрос, болевая точка. Здесь давно не строили детские сады, а те, которые существуют, они значительно перегружены. В Одинцовской жемчужине свой бассейн, который успели оценить юные пловцы. Каждое помещение оформлено с любовью и заботой о будущих воспитанниках. В зале для занятий физкультурой, велотренажеры и беговые дорожки. Есть свой зимний сад и даже компьютерные классы. Лаконичный дизайн и комфорт дают простор для творчества. В день открытия своими талантами гостей удивляли не только дети, но и родители. В этом садике все сделано с любовью. С такой любовью к детям, начиная от постельного белья, которое не из простого материала, а которое из экологически чистого сица. Это все подобрано, покрывало подобрано под одеяло. Вся мебель такая красивая, современная, аккуратная. Все, что касается анимационных различных материалов, то даже там, где широкие залы, там все сделано для того, чтобы ребенок не просто в этом зале находился, а занимался какой-то анимацией, там все двигается. Я проехала в связи со своей профессией журналисткой по миру немало. Я не видела подобного отношения к детям. Я только очень хочу, вот уже будучи в этой должности, уполномоченным правом ребенка, чтобы таких садов, конечно, в Подмосковье было больше. Детский сад на Молодежной стал частью муниципальной программы по ликвидации очередности в дошкольное образовательное учреждение. Как заверил Андрей Иванов, до конца года в Одинцовском районе будут достроены еще 8 объектов, а это почти 1200 мест. Мы в Одинцовском районе, я здесь уверенно заявляю, закроем очередь, приведем ее к нулю. У каждого из детских садиков существует дорожная карта. На всех строительных площадках работают веб-камеры. И мы в онлайн-режиме ежедневно смотрим за ходом строителей, за количеством рабочих на площадках, количеством техники, которая работает. И ведем, можно сказать, такой ручной контроль выполнения того графика, который мы согласовали. Пока в «Жемчужинке» работают две группы кратковременного пребывания. Малыши и дошколята будут пребывать по мере готовности медицинских карт, с оформлением которых родителям затягивать не стоит. Кто-то уже успел оформить медицинскую карту, кто-то еще в процессе оформления. Но мы, конечно же, всех ждем. И родители тревожно спрашивают, а вдруг мы не успеем. Все успеете, мы всех ждем. Только единственное, прошу, не затягивать. Потому что от количества детей зависит количество открываемых групп. Яркая жемчужина детского сада его заведующая. Выпускница Одинцовского гуманитарного университета Мария Ежова в 2013 году была признана лучшим дошкольным педагогом Московской области. Теперь уже в другом статусе предстоит брать новые образовательно-воспитательные высоты. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.